Там все заснял, коробка в стекле заснял, косинку остановлю и тогда. Да, да. В городе Заречном тамошние чекисты хлопнули цех по изготовлению алкопалева и изъяли из алкооборота 4 тонны палитуры, чем спасли жизни алкашей, которые рискуют здоровьем и покупают барматуху на рынках без ЕГИС и акцизных марок. А судя по аппаратуре, с помощью которой в этом цехе бодяжили синьку, угроза жизням потребителей дешевого пойла могла реально существовать. Ну, точнее, об этом скажет экспертиза. Судя по видеокартинке, любезно предоставленной ФСБ, в этом подпольном заведении, размерами напоминающим заводской цех, в промышленных масштабах разливали 4 вида водяры, 3 сорта конины и 1 тип вискаря из штата Теннесси. Разнообразие достойное торговой сети кетчуп и майонез, назовем ее так. В разворошенном чекистами алкогнезде были все необходимые атрибуты подпольного алкоцеха. Канистры со спиртягой, кубовая бочка для замеса и разлива, пустые бутылки с уже наляпанными этикетками, пробки, пустые картонные дурилки, а ну, в смысле, коробки, ну, естественно, уже готовая продукция с явными признаками контрафакта. Зареченские чекисты хлопнули бодяжных цеховиков в тот момент, когда они загружали в недра фургона «Газели-2747» 2005 года выпуска очередную порцию готовой продукции, ну, то есть хлопнули с поличным. Скупы на слова, но щедрые на добрые дела чекисты сообщили, что пока уголовное дело против бутлягеров не возбуждено, но вопрос об этом решается. Продолжение следует...